Итак, ну что ж, всем привет, с вами Марк, сегодня мы продолжаем проходить Мафию. У нас сегодня эпичная гонка, та самая, которая, наверное, меня разозлила немного даже в прошлой серии, но я её так не прошёл, и мы, походу, закончим на первом месте. С первого раза, если что, это не шутка. Да, вот я сейчас зашёл в игру, и всё, слава богу, я прошёл. Гонщик-герой, приз получен, отлично. Вот сейчас без записи я решил, да, как бы её начать, и спокойно прошёл. А я в прошлой серии прям не мог пройти никак, у меня даже горело немного с этого. Но я слышал, опять же, про эту миссию, до этого ж, типа... Ладно. Реально. Ну, я всё равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведёшь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег, а Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Бот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, Бот. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или всё уйдёт? Вот это была гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Ну, нормально, да, так развод был, конечно, с машиной. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпеку с тебя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно надрился, как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Так, ну что, теперь, разыщите поле. А, реально у нас прям такое задание. Так, квадрат. Тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки. И мало кто смог доехать до финиша. Это всё машина Ральф. Я лишь указывал ей путь. Эй, ты видел Полли? Да. Он вроде говорил, что хочет есть. Ладно. Хорошего отдыха. Хорошо, Томми. Спасибо. Не за что. Так, мы со всеми можем побазарить, да? Полли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашёл? Неа. Дня сезон окончен. Трасса закроется в шесть. Пожалуйста, покиньте её по первому требу. Приводила от Бога, Том. Винни, ты Полли не видел? Он говорил, что хочет пожрать. Типа бухло заесть. Но боюсь, здесь не столько канули. Так, подожди. А он, по идее, тогда... А, у нас сужается круг, что ли? Этих можно не спрашивать. Да я хотел по Руфлу со всеми поговорить. Чё бы и нет. А, ладно, подожди, я тут типа не совсем... А, ну ладно. Всё, забейте. Так, может, ты мне расскажешь, где Полли? Как дела? Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. Хм. Рад помочь семье Калетти. Ха. Что ж, праздну победу. Только присмотри за Полли, пока он не опозорил себя и семью. Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк. Я его найду. Так. А, ну раз уж он пожрать захотел... Хэмэн просит напомнить, что продажи и употребление спиртного... Ха, да. Короче, он где-то здесь. Он арестован. Спасибо. Здорово. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-тан. В прошлый раз ты погнал, когда я тебе пушку к башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в деньгах. Так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Полли не видел? Он нажрался в хлам. И два на ногах стоял. Да, слышал. Первый раз у нас на гонках. Год назад трех моторов был... ты бы лучше сказал где он понятно похоже на него спасибо а дешевый журнал детектива был написан ладно я был там детективный журнал вроде дешевый что особо не увидел нормально нормально нереально да я же забыл что можно эти всякие приколюхи собирать что я вообще про это забыл там там вроде ничего такого нет а но у нас видите круг сужается да мы типа базарим и у нас круг сужается из чего на уши вдруг не показалось а вот они тут нифига у них блин прикольно интересно был в прошлом году так а вот привет блин чем бежать не могу не знаю но тот охранник сказал что тебе пора уже домой согласен но я тоже считаю что тебе пора закругляться пока ты все тут не заблевал нормально он сейчас упадет а но довести его а серьезно задание пьяницу довести неплохо садись давай не не мысли а кстати насчет а по я говорил прошлых сериях вроде кстати не прилетает будешь я был прав не ошибся в знаешь что я сказал когда мы тебя нашли что ты сказал более я сказал он классно водит вот мы здесь это точно и вот мы прямо здесь вот мне даже не ловко дом погляди на себя ты теперь ну типа погонщик победитель . визит с тех пор как ты в семье у тебя все тип-то опознаешь почему просто мы с сыном оберегаем тебя от серьезных дел вот как ты не знаешь как это бывает теперь газа вернул девица к дону и тебя прямо всего трясет я делал жуткие вещи то мы все тут заодно я делаю то что приказывает дрот точно так же еще как и ты ты ой 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 не можешь просто отключать эти мысли выбрасывать тихо из головы как сэм и приходить домой будто ничего не боли ты пьяно престань болтать пока ничего лишнего не наговорил ты браб ты бра а ее of это повернул Дови мне бы сейчас девку. Эх, в этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам. Давай в голубые тропики. Давай-ка лучше домой поедем. О, мост. Езжай через мост на остров. Отвези меня к девкам. Отвези к сладким красоткам. А я что, дома? Ты меня домой привез? Может... Ах, мам, может... Ты... Ну да. Это хорошо придумал. Ладно, да. И тогда... Давай-давай, вали. Сладких снов, здоровяк. А, тогда я... Что-то мне нехорошо. Любимец района присполучен. Так, глава пройдена, отлично. Все, погнали дальше. Сара. Тридцать второй год. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, пойду домой. Э, Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да, Луиджи, в чем дело? Ну, проведи мою дочь домой. Сару? Я думал, она сама, кого хочешь, проводит. Да, она такая. Но знаешь, возле ее дома стала жеваться какая-то чертова шпана. Кати в эрогации. Хомяк пристает к прохожим. Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится. И дело-то, если проводишь ее, эти козлы уяснят, что она Дону, как внучка. Не вопрос, Луиджи. Пачту за честь. Сара, мы закрываемся! Что происходит? Э, Том, Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Хм, дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. Ну, жди. Сейчас кто-то нападет. Меня провожать не обязательно. Мы же все равно думали встретиться, Вчеркова. Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. Дело не в этом доме. Для него я все еще ребенок. Я понял, он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Расскажи, почему ты таскаешь еду. Эй, я ее готовлю. И мне решать, что с ней делать. Оля, это не одобрит. Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак. Куда-сюда тебе. Даже никто не напал, что ли? Можешь постучать в дверь? У меня только две руки. Ну, логично. У тебя есть ноги. И че? О. Сара! Это мне? Да. Но, боюсь, там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит. Нонна думает, что ты ангел. Да он не любит, когда еда пропадает зря. А это? Ну, конечно, это Томми. Сара о вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все тебе говорят. Да, она права. Все. Хм. Ладно, Джульет. Не пускай в дом сквозняки. Увидимся в церкви. Спасибо. Хорошего вечера. Пока. Буэнэ нотэ, Томми. Мама! Твой ангел Сара принесла ей ее еды. Как это мило. Да сейчас по-любому кто-то нападет. Я в этом уверен. Это было очень мило. Да. Увы, у нас в квартале многие голодают. Да. Так. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Там уже вон впереди кто-то есть. Только не стоит погибать из-за меня, Том. Постараюсь выжить. А. Ты это все? Ты водишься с бабником Сэмом Тропани? И все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки? Разве я не прав? Да. Пожалуй, прав. У меня было контакта. Ничего, что стоило дороже нескольких фанксов. Цветы для дамы? Сеньор? Не, спасибо. А как же мой букет? Постой. Я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Угу. Когда у нас будет настоящее свидание, будет Луиджи. Я все свалил нахрен. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Думаю, он и так знает. Луиджи? Да не. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знала, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да, он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет. Будь он против, ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. Ой-ой-ой. Я старалась тебя оберегать, Томми Анжела, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком. Может, в кино или еще куда-то. Ой, как мило. Я не против. Как мило. А, вот. Оу, привет, красотка. Да ты нам изменяешь? Отвали. Не надо огрызаться, куколка. Так и быть, пусть твой хак смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увезти нашу телку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым. Но сейчас он старый пердун. Морелла его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Ну, вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьмакусок. О, дырака. Эй, эй, эй. Блин, я забыл. А, во. Это треугольник был. Уворачиваться. Минус один. Эй, 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 ты чё? А подожди. А вы по одному можете? На, нафиг. На тебе по роже. На. Пау. Красиво. Кто там? Эй, ты чё? Холодное оружие убрал быстро. Так не честно. У меня-то нет. На. А, блин, там можно было реально взять трубу или нож. О, там на неё кто-то напал. На тебе ножиком. Давай, пырни его. Я, кстати... Не, я видел, что там валяется чё-то, но... Эй. Это чё за громила? Моя очередь. Надеюсь, ты крепче своих дружков. Ай, блин, я не успел. Да блин, я не успеваю. Теперь успел. Ну, я понял, я понял, как драться. Окей, всё. Ну, что получил, дух мой урод? А как, а? Неплохой букс права. Молодец. У тебя кровь. Пойдём ко мне домой. Я посмотрю. Нифига себе, всех раскидали. Ой, сори. Может, зайдёшь, чтобы я тебе помогла? Всё, думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав. Принесу иголку с ниткой. Ой-ёй-ёй. Не так уж и плохо. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чём я, Том. Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотни ещё. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Час-то рано штопала? Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Всё. Не лучший шов. Но сойдёт. По крайней мере, он будет напоминать не о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего деяла? Нет. И отопления нет. Грустно. А это мило. Ничего. Прекрасный вечер для прогулки. Так, Сара, пройдённая заглава. Идём дальше. Чё, он стерео разыскивает. Особо опасно, как говорится. Пора привыкать. 32-й год. Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда ещё была ребёнком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на всё готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Всё ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь страны Лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даём людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку. Сделайте инвалидами. Разукрасть их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чен и Тауни. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винне и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Ладно. Кто-то из них ещё может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретись с Бифу. Доброй охоты. Да, и тебе. Когда закончишь с Винне, разыщи меня в Чайна Тауни. Понял. Пора разбить пару голов. Окей. Ой, веселуха начинается. Опять. Дождик пошёл. Но мне нравится визуально, как игра выглядит. В целом, реально, я, конечно, не видел прям оригинал и не играл в него. Но вот чисто игра реально приятная. Ты за стволами, Том. Не, у меня всё есть. Мы с Поли собираемся надрать зад в местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Да и что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Байбарута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладкой. Это точно. Спасибо, Винни. Окей. Найдите Поли в Чайна Тауне. Так, сесть в машину. Поехали. Поехали. Ой. Так. Новости. Можно не слушать. Врубить нам хотя бы музон или вообще ничего не врубайте. Так, ладно, поехали в Чайна Таун. Отправляемся. Да, блин, вот видите, эффект воды тут все есть. Дождик. Жаль еще... Ох. Жаль, виду еще от первого лица нет. Ну, хотя и так нормально, в принципе. Мне кажется, в этой игре не обязательно от первого лица вид. Будем уж честны. А вот и Чайна Таун. Ой, засейвился. Что-то я потерял немного управления. Все. Иди поспи. Наконец-то. Пошли я насквозь промолк. Не понимаю, зачем Биф переехал в эту дыру. Да ладно тебе, он же влюбился. А, потянула его на азиатку, когда мы накрыли тот шанхайский барли. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Тон. Слишком ты вредничаешь с бабой. Реально. Так, ну что. Ну да, кстати, прикольно. Реально игра выглядит. Бифка, Банюка, как поживаешь? Чудмал. Банюка, ты взял нашу деньги. Ты все заходишь. Куколка, рад тебя видеть. Убери ее, Биф, мы по делу. Давай наверху, хорошо? Му юн и фейчай. Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного харька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Биф. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу. Там их и найдете. Окей. До встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно. Мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Ладно. О, это мое. Дешевый журнал. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. О, дрожь костюмы из Мексики. Нет, идиот. Эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет в Холбруке. Аддон об этом знает. Да, да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышу. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь. Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайнатауне типов, которые похожи на нас. Мы на месте. Ладно. Так. План такой. Я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь тоже. Никакой парьбы. Долго ты его придумывал. Не, это план на любой случай. Лучше зайти боковой. Угу. Ну, в боковую, так в боковую. Так. Выбить дверь. Говорю, лучше бобки я в жизни не видел. Убили, это же тот самый парень. Сваливаем. Ой-ой-ой. А. Что ты там забагался аж? На. Куда ты бьешь-то? На его. Ух. Надо было в стекло. Он уже забагался. Я тебя не вижу, чел. Уа. Ой-ой-ой. Подожди, стой. А как пролезть-то? Теперь все. Ну, потому что я не понял. Я пойду на север. Ты на юга. А. Мне вот там обойти или что? Ты там пройди, а ты там пройди. Подожди. А. Не, стой. Я правда не понял, куда мне идти-то. Там вроде перепрыгнуть нигде нельзя. Или я тупой. Взять тело. Нахрена. Ну. А, во. А че он не... Не, в чем прикол, ребята? Ты с ученого не перепрыгивался. Я почему-то нажал, вроде ничего не было. Ой. Глин, подожди, а как... А, вот. Отбит взять. А, вот там сюда все. Блин, просто реально бред. Я встал у стены, начинаю прыгать, и ничего не происходит. А, то есть уже так, да? Ребят. О, ё. Я кринжа, ну ладно. Вы этого, ребят, не видели. Никто этого не видел. Я не знаю, что это сейчас было, но это был кринж. Блин, просто реально бред. Типа, я серьезно, я встаю у забора, и думаю, блин, надо перепрыгнуть. Но он не прыгает. О, я потом второй раз пробежал. Я все-таки смог прыгнуть. Как, блин, отработает? А, хз, как это работает? Знаете? Блин, сядь, ты уже. А как там? Я забыл. Я сейчас опять умру, я не помню. Ну, сядь, ты уже. Я щас умру опять. Ух. Нормой прям. Прям в цель. А. То, то, мне? Блин, ладно, что я туплю жестко. Сейчас я соберусь. Я надеюсь, у норм будет. Да, блин. Подожди, а как прятаться? А, во. Блин, на... Ладно, забейте. А, во. Спрятался. Фух. Что-то там горишь, идиот. Все, он сгорел. О. О, сейчас автоимцы сработал. Меня почти убили. Так, ждем отхила. Да я не могу. Ой-ой-ой, тихо. Не, я не хочу больше умирать. Все, хилимся. Блин, наведись ты уже по нему. Да, давайте поближе. О. Выжил? Нет, вроде не выжил. Так, винтовка. Давай возьмем. Том, пробивайся к пили. Достань этого скота. Вали всех, кто будет бежать. Надо было тебя в тюрьму завали. Вали ее, давай. О, как я не... Так, давайте медикаменты. А, все. Закончилось. Так, сейчас. Блин, я, я стик не туда повел. Сейчас, давай, вылезет. Там жару. А-а-а. Ну, беги. Блин, как же геймпадом тяжело, конечно. Что-то такое. Кто-то сказал молотов и все окинул. Хорош. А ты хорош. Да, блин, что он меня убил? Что за... Что за... Что за... Что за херня сейчас была, ребята? Я ничего сейчас вообще не понял. Если честно. Ладно. Ой. Так выбей. Что делаешь? Что делаешь? Да, блин. Я не могу привыкнуть к автоиму. Так, а, ну тут молик. Ладно. Так, все, он уже перестал. Так, а это взяли, да, мы уже... А, да, все. Кстати, прикольно, что заново не надо брать. Ладно. Давай попробуй. Попробуй нас замочить. А, блин, что ты встал-то? Какое укрытие-то там бежишь? Ты уже мертв. О каком укрытии здесь вообще может идти речь? Домой. Все, наконец-то я его убил. Сухи, давай скорее к машине, Том. Исчезни. Нифига. О нет. О нет, погоня. Блин, вроде с одной стороны погоня прикольно, но... Вы же знаете, как я вожу. Если вы смотрели и предыдущие эту серию. Это будет крайне тяжело. Да, вот именно что... Вот именно что я за рулем, это же очень хреновая новость. Ты видал, что мы кто-то так же опасался, как они? Ты присмотрись и увидишь, что у них моча прямо из тачки льется. Перезаряжаю! Ага. Это были последние. Ты что, спишь за рулем? Да, есть такое. Извините. Ну охренеть, и как я их должен догнать тут? Дофига трафика. Не, ну это тяжело. Ну тут реально тяжело водить. Будем честны. Самое смешное, они до сих пор едут. Сейчас все будет. Ну сейчас я с ними сблизился уже, нормально. Я... Я просто думал, что типа я мирняку пью, что не херово будет. Оказывается, нет. Но я не хотел ее дать. Кстати, это первый мирный житель, которого я убил. Это не то, что GTA, где типа... Эти придурки пожалеют, чтобы он встречали в своей жизни Сару. Я в ахере. Он еще гонит. Ну все, они скроются, походу. Он еще назад типа гонит, но не туда, не много, куда нам... Короче, куда нам не нужно. А. Тупой баран разбился нахер. Ну теперь они никуда не денутся. А, все они тут. Замочи его там. Нет. Нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. И закончилось. Все равно он уже труп. Боже мой, Том. Очнись уже. Забыл, что они хотели сделать Сарой? Нет. Просто. Эй. Пойдем отсюда, пока легавым нет. Тучи над чайна-тауном. Прис получен. Ну, естественно, пора привыкать. У нас глава пройдена. Отлично. Идем дальше. Так, ну, у нас еще есть 19 минут как максимум. Опять же, запись только час максимум. На ПС-5 идет. Потом еще успеем, по идее, одну голову пройти, я так думаю. Святые и грешники. Окей. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа Геллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копа пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Вот чё. Это не все. В машине был еще один парень? Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову Поли. Любое дело делает до конца. Он выжил? Да. Хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда, проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. То мне надо фитили обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. В последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Эмом Торр. Однако, хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Гениально. В том, мы не можем отправить Поли или Сэма. Их там уже все знают. Они не попадут даже на порог. А вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченсен даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отключет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает в Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому. Но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Там. Понятно, боссы. Выполняй. Давай, пошли. Да, будет непросто. Но я надеюсь, я успею пройти вот эту главу, потому что у нас... А время, время, время. Войди к Винни, я здесь подорогу. Да, надеюсь, мы успеем выполнить. Ну, или хотя бы не выполнить где-то там остановиться. Да. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Да. Спасибо. Полапаешь там телочек за дядю Винни. Э? Не сегодня Винни. Есть разговор. Садись. Ну, давай. Погоди. Не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже можно сказать хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы... Чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой трек. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Ключевое слово. Постараюсь. Мишель. Постараюсь. Это девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение. Ты выслушал. И хватит об этом. Хорошо. Ладно, что-то жесткое готовится прям. Раз уж. С умом не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он не уязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым. Так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Ладно, понял, принял. Что за жизнь такая? Ты облажался и тебя посылать в Борде. А я вынужден подчищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Ты разбиться хочешь, что ли? Да. О чем я говорил? Да, точно. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Давненько я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Ну, кто у всех вокруг одно развлечение – палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда, как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Реально. Вот свадьбы. Это уже повеселее. На свадьбы я бы сходил. Ты там не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я более устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. Он еще встретит кого-нибудь. Реально. Том. Даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Здесь останови... А, знакомое место. Я передам семье твои соболезнов. Удачи и тебе. Так, а нам тем временем ехать дальше. Так, тихо. Пое... Ой! Нарушаем все, что можно. Давай быстрее, что-то там встал. Не, ну аж денег, конечно, у меня, да... Хорошая в кавычках. Так, все, внутрь. Погнали. Не забывайте о приличии, ладно? Угу. Тебе девочку или выпивку? А может, и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. Выбей рюмочку. Расслабься. И развлекись как следует. Добрый день, сэр. Ага. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Ага. Я ищу Мишель, где она? Сейчас свободны только вот эти девочки. Выбери себе кого-нибудь и не суетись. У-у-у, я обожаю так. Не возьмешь мне выпить? Боюсь, что я ищу другую. Ты знаешь, Мишель? Я новенькая, никого не знаю. Еще издеваешься, что? Можно просто поговорить. Скажи, что такой красавчик, как ты, делает в этом месте? Еще девушка по имени Мишель. Она занята наверху, зато я свободна. Так. А, мне его убить предлагают? Да не. Вы человек морал, сэр? Ой, блин. А, туалет. Офигенно. Вы человек морал, сэр? Да-да-да. 200 раз. А это еще кто тут у нас командует? О, старается подружиться с новыми друзьями. С чего бы? Когда эти друзья придут тебе стонни в руках? М? Тебя здесь не место. Ой. Выс... Я его насел. Привет. Высовите полицию. Высовите полицию. Даже так? Все, конец тебе. Ну, не знаю, кому здесь конец. Что ж тебя так колбасит-то? Все. Живем нормально. Что, что на ходу-то стреляешь? Ой. Да спрячься. Заходи в боку. Давай. Бережи его. Пихо. Хилимся. Отвлеките его от меня. Отвлеките его. Да пошел ты. Я почти умер. Все, этого мы убили. Каким образом? Ладно, я не рискую. Я оборвался бы, он меня убил. Фух. Живем. А ведь реально у меня хп-то нет. Честно, честно, больно. Тихо. Тихо-чих-чих-чих. Блин. Ну, они оба наверху. Так, этого мы убили. Я просто уже в тупую. Стреляйте! Ой-ой-ой, там их очень много. Перезарядка! Так, сейчас скоро уже серию, но будут заканчивать. Вообще. Нифига. Я его вижу! Да, и ладно. Так, спима наверх. Я умер, да? Нет. Я жив. Как я выжил? Я попал! Неа. Так, что, я всех убил, что ли? Вроде на карте никого нет. Ладно, на этом мы закончим, короче. В любом случае уже, как говорится, время подходит к концу. Поэтому, с вами был Марк. И всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok